Итак, уважаемые ютуберы, сегодня мы затронем очень интересную тему, мне кажется. Как вы знаете, есть некоторые люди, которые планируют конец света. Ну, в общем, никто бы особо на них внимания не обращал, если бы их планы быстро вернее не сбывались. Вот, в связи с этим мне бы хотелось предотвратить этот конец света, ну, в смысле вымирание людей. Оно возникнет из-за того, что электроэнергия закончится, подопрещение, что часть приведет от монетарного образа жизни к немонетарному. Но этот переход будет очень тяжелым. В связи с этим некоторые сервисы, не особо стабильные, такие как электроэнергия, например, не будут работать некоторое время. А отсутствие электроэнергии в городе приведет к тому, что люди замерзнут. Не будет бензина подопрещение, что насосы, которые выкачивают из бензоколонны, бензин, а не электрический. Воды не будет, опять же, по причине, что насосы электрические, они должны будут поднимать закон. В канализации не будет работать, ну, и все остальное, в общем, тоже работ не будет. Все врут. Ну, это ладно, это не суть. Мы сегодня об этом будем говорить. Ну, это меня навело некоторое мысль, что хорошо бы спасти человечество. Вот, вот, так вот я мыслю. Так от мыслях, кого-то ушло. И, ну, кого ключевой момент в этом вопросе, да как? Где электричество взять? То есть, из розетки, да? Ну, нет розетки электричества, где вы взять? Солнечное, наверное, не оно, а, допустим, зимой попадал там снег на вашу солнечную батарею, и все, и нет электричества. Или, допустим, ветер, ну, тоже ветра нет, и все, электричества нет. Вы замерзли, умерли. Плохо, да? Надо как решать этот вопрос. Соответственно, тепловый насос. Ну, все очень хорошо. Там, вредит полный насос, должна быть, разница температуры должны вот в очень горячего объекта отнимать большого, массивного тепло, и должен, говорит, холодный объект быть. То есть, тоже со всеми есть некоторые проблемы. Поэтому, хорошо бы нам получать энергию из, просто из тепла. То есть, не из разницы температуры, а из тепла. И сейчас мы рассмотрим некоторый мысленный эксперимент. Вот вы находитесь на планете, допустим, Земля, и у вас есть некоторый бокс. Из этого бокса мы выкачиваем воздух. И внутри этого бокса, идеально черного, то есть, он там ничего не излучает, он такой идеально черный, но он металлический. И, соответственно, он тепло проводит, но только до стенок. Так вот, внутри этого бокса есть некий цилиндр. В этом цилиндре есть поршень. И внутри этого цилиндра налита некоторая жидкость, которая обычно называется фреоном, которая якобы разрушает озонный слой. Ну, на самом деле, все это сказочки, ну, не совсем, допустим. Так вот. Допустим, мы этот цилиндр держим в центре этого бокса, ну, большого, который черный. И, соответственно, давления там нет. И эта жидкость фреона, она закипает. Закипает, движет поршень вверх. Ну, есть одна моя любимая формула физики, что энергия равна силу на перемещение, а не, как сказать, работа равна силу на перемещение. Работа не волка, а силу на перемещение. Так вот, да, газ, который получился в результате кипения фреона, он имеет некоторое давление. Вот объясню, что молекулы, если бегут, ударяются обо всякие тенки, там между собой ударятся, и давятся они, соответственно, на поршень, наверх. Соответственно, поршень перемещается вверх с некоторой силой. И вот силу на перемещение мы получаем энергию. Ну, там не суть, как мы ее преобразуем. Ну, допустим, у нас будет какая-нибудь там зубчатая передача, там линейная, вот у вас шестереночка там вверх бежит по по этой вот линее зубчатой передачи, и вращать некоторую ось, а ось там вращается некоторые магниты, магниты вращаются на сильно-то медной проволоке, там от движения магнитного поля на сильно-медной проволоки создают там ток магнитной проволоки. Ну, типа того. Вот двигался наш першень вверх-вверх-вверх, и давление, соответственно, в этом цилиндрике у нас упало. Падение давления вроде как должно приводить к тому, что молекулы внутри бегут медленнее, а между молекулами есть некоторое притяжение. Но когда молекулы бегут быстро, то есть у них много энергии там кинетической, то у них сударение упругое, то есть, короче, ударились разлетелись. И с этой силой придержения между молекулами недостаточно, чтобы преодолеть этот упругость ударения. И поэтому, когда мы понижаем давление, то есть когда Поршин двигается вверх, мы отбираем энергию вот этого газа, скорость кинетической молекулы становится меньше, и они, соответственно, сударяясь, прилипают друг к другу. друг к другу. Вот они поприлипали, поприлипали, образовали некоторый такой комок. Этот комок называется там жидкостью. Эта жидкость за счет того, что есть гравитация, мышцы как на Земле поставили, соответственно, есть гравитация там вниз направлена. Эта жидкость, соответственно, собралась внизу. И вот у нас получился некий цилиндр, в котором есть поршень, и жидкость внизу. А атомов не прыгает. Мы можем спокойно поршень пустить вниз. И на движение поршня вниз мы энергией не затратим. На самом деле, мы наоборот и получим то, что дегравитация, у Пошли есть масса, там, и так далее, то же саморомный газ. И вот мы получили там, там стоп-тон подвинулся, на стоп-тон подвинулся, там, с такой-то силой, вот сила перемещения, получили. Так вот, теперь мы вот этот вот цилиндрик с газом, да, мы уже жидкость там. Поставим, то есть он был в центре, да, на шоку, он очень касался, теперь мы его ставим вниз. Что происходит? Этот цилиндрик отбирает энергию тепловую у окружающей среды, то есть, то есть, быстрее снять молекул, ну, там, без мудритий, жидкость там, я вас попрощаюсь по самому фарму, да, вот этот фреон, ну, допустим, там, вода, это, допустим, да, нет, вода, на 5, пристаградский, да, у нас на земле нестаградский, то есть, допустим, это воскресенье, он, который кибит, там, при минус 50, к примеру, то есть, найдется земли, там, плюс 20, к примеру, снова сгибел, мы его снова поднимаем, он снова испаряется, снова прошли двигать вверх. Как видите, раньше температура нет, да, то есть внутри у нас, ну, конечно, формально абсолютно ноль, но на самом деле там просто обморился, там просто нет, температура, температура не относится к пространству, в котором нет ничего, да. Сколько там, да, там, я ничего, там, не померить температуру, да. Вот, соответственно, мы как привыкли, что гиотермальные, это типа есть, там, плюс 40, минус 20, вот, у вас есть ранс температуру, поставить там, элемент пилотики, к примеру, там, какие-то там, летели, вечно путают. И, там, тепло, счет и за дночки, другой, получается, электричество, тут нет, так вот, там, тут вы просто отбираете тепловую энергию. У любого объекта, то есть, здесь у вас там, руках, вы ее коснулись, и все у вас там, электричество потекло. Хорошо, да. Но при этом у вас становится холодно, некомфортно, но не суть. Главное, что вот мы отобрали тепловую энергию, получили электричество, который там, в итоге, все равно присутствует тепловую. Вот, источник энергии. Так что, есть некоторые, некоторые сложности в этом вопросе. Как понимаете, вот, эту вот идею, да, надо взял с некоторым продуктом. И тут есть трудности. Вот, например, чем связано. Вот, например, когда вы берете газовый генератор, который стоит там 10-30, к примеру, там поршневый двигатель, который является декомпрессором, да, то есть там газ сгорает, у него температура, ну да, газ сгорает, температура газа там повышается, соответственно, и он декомпрессирует, то есть уменьшается у него давление, при этом поршневый, опять же, двигается, 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 вот там есть поршневый, который, то есть, двигается, да, остается вибрация, плохо. Есть там двигатель в Англию, у которого там тоже проблем хватает. И нам бы сделать такой двигатель, чтобы не было вибраций, да? То есть, чем плохие вибрации? Тем, что мы не можем большие обороты, там, дай себе, там, декомпрессор, там, или как-то, генератор, да? А мы хотим большие обороты, мы хотим 4 тысячи, 5 тысячи, мы хотим, чтобы девайс был компактным, да? Компактно, легко, дешево. Мы хотим, чтобы конструкцию оборота, то есть, все-таки, двигатель внутреннего сгорания, это очень сложная конструкция. Поэтому я придумал некоторый насос-двигатель-генератор, который называется Кло-Мотор. Можете там залезть на Ютубы, либо набрать Кло-Мотор, это Кло-Мотор, когтевой поток, там, есть когтевый насос, кто другой придумал, я придумал, Кло-Мотор. И он рассчитан на высокие скорости вращения. Вот это одна из деталей, которые мы собираемся использовать для того, чтобы нам создать такой вот генератор электричества и тепла. Так что вот, буду заниматься всем человечеством, ты зовешь мне удачу. Это я записал, кстати, просто, чтобы потом не говорить, что типа нет, с ним он придумал, так вот я приму. Ну, в общем, ладно. Не суть к этому придумал, удастся сделать продукцию или нет, буду я прав или нет, на счет того, что электричество не будет в какой-то момент. Очень интересно, да, предполагаю, что через полтора года, ну, не суть, успеем мы к этому вопросу, к моменту или нет, это просто для истории оставлю, чтобы вот, да, факт, да, факт, не посмотришь. Через год посмотрите, он узнает, что так и было. Все? А, да, дата. Сейчас, 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 сейчас гляну. Так, 26 апреля 2012 года. 8 часов 54 минуты. Так, а чтобы это подтвердить, чтобы это подтвердить, мы сейчас зарезим на Яндекс, и вы все увидите. Так. Яндекс. Яндекс, где он тут показывает? Вот, 26 апреля, четверг, 28. Ну, все, спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Ой, я на зуб с чем-то нажал. А, опять нажал, черно. Так, я решил немножко записать это видео, потому что, наверное, сейчас возникнет ряд вопросов. Ну, первый вопрос, очевидно, который возникнет, ну, возможно, кого-то, что вот у нас декомпенсируется наш газ, и, соответственно, он в перенулемом давлении вокруг, то есть, на самом деле, нет. И, соответственно, а почему мы, мы, обратно, прирастимся в жидкости. Да, ну, то есть, вода, допустим, кипит при 0,02 атмосферах, при 4 градусах, да, а вот при 0,02 атмосферах, приходите на тут и там водокипит или подпишись но кто то ждет милки поэтому сразу лет тратиться но у кого нет даже в этом случае допустим даже есть у нас там абсолютные сустрат тому тому дом джечевле попадают к богам и как раньше все равно секунд так хорошо это первый этап первого отбора это ответ на свой собесок интересно ответа кто то что у нас будет там идеальны там белого давления все таки китату вокруг будет если это будет настану вот как раз 8 0 2 атмосферы которые соответственно три четырех градусов цельсия там у нас будет там наша вода ну да уж и наскорбить его на то что он ну и там какой давление будет все таки там внутри там во первых очень сложно вариант без давления во вторых он все таки там необходимо чтобы не было там лишних перед предельничеств фазовые переходы чтобы не было там без пара в лед сразу ну и там так вот ерунды ну что с этим сошним шкарпус это первый вопрос второй вопрос на котором идет ну да вот прям гениальнейшей идеи прямо взять там этот бокс там который очень изучает там не знаю металлические там зарыть его подземлю там сделать какой то там не зашагу и все будет поднимаясь там эту штуку там пускать понимать пускать пускать типа электричество работать там глубине придумали да ну конечно как бы не спорю с одной стороны с другой стороны но это ж просто муссный эксперимент да понимаете мы что делать не будем у нас конечно будут трубки какие то где будет не знаю такая вот змеиная трубка там будет конечно так же как в этом устройстве для охлаждения комнаты или как его назвать кондиционере да то есть такая же система как кондиционере ну понимаете да или как в холодильнике то есть это просто такой мысленный эксперимент чтобы просто описать физику процесса как оно все происходит ну кстати наверное третий вопрос когда мы это все начнем реализовывать ну к сожалению я сейчас немного занят ну во первых заказы есть патриографика во вторых вот этот вот суперкомпьютер там за моей спиной надо загружать в трейки сотрудники есть сейчас проект по микроборду давайте я вам сразу покажу этот микроборд мы собираемся производить правда сейчас это экспериментальный образец ну вот это вот чудо скоро поедет может вот начинаем производство надеюсь там ближайшие дни уже сделаем серийный образец то есть это уже предсерийный образец испытаем его и начнем производство то есть мы сейчас заказываем там издевали все такое так что к сожалению я немного занят во-первых во-вторых для реализации проекта мне еще партнеру нужен ну вот с ним будем общаться довольно скоро так что когда мы начнем ну постараюсь побыстрее но не обещаю вот такая тема ну как бы идея высказала я не ну не то чтобы я ничего не имею просто чтобы кто-нибудь другой реализовывал ничего плохого там нет в принципе задача то не создать устройство нам заработать так не есть а как бы такая была масштабная задача да вы понимаете да как бы цель заработать на исток сейчас а будущем так как таких целей не будет собственно в другом странном это посмотрим все вопросы есть нет вот еще один момент вы наверно тоже скажете что вот человек придумал очередной вечный двигатель да ну не знаю что на зависит на самом деле да вечный двигатель типа не бывает сит и руна да шутки были на тему там типа циркуляция энергии там ладно мне к турецкой к турецкой потом удлинитель мне очень понравился даже чуть не попробовал да ну в данном случае ну нет формально это не вечный двигатель то есть мы же отбираем энергию то есть тепловую энергию то есть конечно рано или поздно если допустим у вас одна такая черная комната там есть некоторые земные шарики вокруг там не летать никакие метеориты там не сталкиваются сущей землей там ну не знаю там нет излучения никаких звезд там нет солнца вот когда нибудь рано или поздно может земля то есть что то что то есть такого как называется вечный двигатель второго типа или как там типа который вроде как вечно дает энергию но там рано или поздно все таки потенциально может закончиться как то вот так то есть ну это не совсем вечный двигатель да ну да типа вечный двигатель такая тема да 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 еще конечно я хотел вам показать свои цветочки зацените вот такая красота